Всем привет! Эти парни всего добились сами, ну или почти сами. Наши герои – наследники состояний, и за их успехом в шоу-бизнесе стоит поддержка состоятельных и авторитетных отцов. Возможно, они и талантливы, но кто знает, чего достигли бы они без родительского капитала. Отец артиста Эмина – один из самых богатых людей России. Конечно, Эмин унаследовал семейный бизнес, и сейчас он занимает пост первого вице-президента Крокус Групп. Эмин окончил школу в Швейцарии, затем в США – колледж, а потом вернулся в Москву работать в компании отца. Но серьезные дела – не повод наступать на горло собственной песни. С детства Агаларов-младший подражал Элвису Пресли и мечтал о сцене. В 18 лет он впервые попробовал себя в американском шоу Open Music Night, а в 2006 году выпустил сольный альбом «Стил». Агаларов-старший не понимал увлечения сына, но был готов поддерживать его. Успеха Эмин, как мы знаем, добился. Выступил в качестве гостя на Евровидении 2012 года в Баку, выпустил 13 альбомов, организовал музыкальный фестиваль «Жара». Актер Константин Крюков родился не в просто богатой семье, а в настоящей актерской династии. Внук легендарного советского режиссера и актера Сергея Бондарчука с детства познал вкус роскошной жизни. После беззаботной юности в Швейцарии он серьезно увлекся изучением драгоценных камней и в 2001 году окончил Американский институт гемологии. Затем один из престижных вузов России – МГЮА. А с 18 лет Крюков играет в кино. Тимур Юнусов родился в семье бизнесмена Ильдара Юнусова, человека не публичного и даже скрытного. По слухам, его бизнес связан с нефтью. Говорят также, что Юнусову-старшему принадлежит несколько ресторанов. Мама музыканта Симона Юнусова занимается хозяйством и воспитанием внучки Алисы. Она ведет Инстаграм и общается с поклонниками своего сына. В 13 лет родители отправили Тимура в США учиться, но вместо того, чтобы засесть над учебниками, Тимур увлекся хип-хопом. Вернувшись на родину, он создал группу и начал выступать с Децлом. Тимур бросил учебу в высшей школе экономики и занялся организацией вечеринок в Москве. В 20 лет Тимоти попал на фабрику звезд. Там родилась группа банда. Предпринимательский талант помог Тимоти создать собственный лейбл Black Star Inc., а также несколько бизнес-линеек. Звезда сериала «Даешь молодежь» Андрей Бурковский тоже не из простой семьи. Его отец Владимир Бурковский – томский предприниматель, а мать – владелица ресторанов «Вечный зов» и «Хмель» в родном Томске. Сегодня Бурковский – успешный актер и примерный семьянин. А слухи о том, что здесь не обошлось без денег родителей, пусть остаются домыслами завистников. Отец рэпера Глеба Голубина, известного многим как «Фараон», знаменитость в мире российского футбола. Голубин-старший занимал пост генменеджера Академии футбола имени Юрия Коноплева. Руководил футбольным клубом «Динамо», работал персональным спортивным агентом. Сейчас Голубин работает в агентстве «Испорт» и занимается продвижением молодых футболистов. Конечно, отец не видел для своего сына будущего вне футбола, и какое-то время все шло по плану. С 6 до 13 лет Глеб играл в «Динамо», «ЦСКА» и «Локомотив». К сожалению, юноша не показывал высоких результатов. Глеб, по собственным словам, устал сидеть на скамейке запасных и переключился на судейство юношеских команд, но ему стало скучно. И все-таки с футболом не срослось. В 16 лет Глеб уехал учиться в США, где окончательно переключился на рэп и музыку. Вернувшись, Глеб поступил на журфак МГУ, который окончил в прошлом году и стал записывать свои треки. Первая известность к Родиону Газманову пришла в возрасте 6 лет. Когда у популярного певца Олега Газманова начал пропадать голос, он решил сделать ставку на сына и написал еще совсем юному Родиону песню Люси. С этой композицией звездный папа вместе с одаренным малышом собирал стадионы. В какой-то момент Родиону все надоело. Начал ломаться голос. В 16 лет он вовсе решил бросить музыку. Отец поддержал его. В передаче «Наедине со всеми» Газманов-младший с гордым выражением лица поведал, что когда ему исполнилось 18 лет, родители перестали давать деньги на карманные расходы. Окончив школу, парень устроился работать барменом и намывал посуду в одном из столичных ресторанов. Отец Егора Крида Николай Булаткин – крупный пензенский бизнесмен, владелец компании по переработке орехов, а мама – заместитель своего мужа. Но сын предпринимателя из детства интересовался не переработкой орехов, а музыкой. В 11 лет Егор записал на диктофон свою первую песню «Амнезия». Родители поддержали сына в желании стать артистом. В 17 лет Егор взял псевдоним «Крит» и стал выкладывать музыку в сеть, где его и заметили продюсеры «Блэк Стар». Егор отрицает участие родителей в его карьере и говорит, что прославился благодаря интернету. Популярным Стаса Пьеху сделала все та же «Фабрика звезд», на которой вместе с Тимоти он стал делать свои первые шаги в шоу-бизнесе. Как только парень с известной фамилией появился на экране, зрители уже приготовились кидать в него тухлые помидоры с криками «Уйди, мажор с эстрады». Но Стас поступил умнее и начал рассказывать в интервью, что его знаменитые родственники были против участия в «Фабрике», а он пошел им наперекор и всего добился сам. По словам артиста, его детство совершенно нельзя назвать счастливым, так как с ранних лет музыканту не хватало любви и тепла. Кроме того, в марте 2015 года Стас сделал сенсационное признание, что много лет прожил в детском доме. Как утверждает Пьеха, звездные родители и родственники были слишком заняты собственными делами и постоянно оставляли его с домработницей, которая по совместительству являлась директором интерната для детей. Именно в этом месте будущий певец провел массу свободного времени. Позднее Стас также признался, что в юности у него была тяга к алкоголю и наркотикам. В общем, по словам музыканта, детство у него было не сладкое. Правда, душесчипательная история артиста трогает далеко не всех его поклонников. Многие из них убеждены, что печальные события в жизни певца являются ничем иным, как плодом воображения Пьехи и что если бы не его знаменитая бабушка, он бы никуда не пробился. На сегодня все. Пиши в комментариях, кто еще из звезд добился славы не без помощи состоятельных родителей. Ставь лайк, жми на колокольчик, подписывайся на канал, впереди много интересного. Удачи!